Привет, ребята! Это Madcore и курс ControlPaint.com, и сегодня мы поговорим об очередности рисования. Если вы ранее изучали рисование, то эта тема должна быть вам знакома. Но для тех, кто никогда не сталкивался с порядком рисования, эта тема может стать большим открытием. В общем, идея в том, что когда вы рисуете изображение с множеством слоев, то нужно начинать с заднего плана. Поэтому рисунок этой сцены я бы начал с неба. Я рисую небо так, словно кроме него на сцене ничего нет, просто чистый фон. Затем я рисую облака, накладывающиеся на небо. И затем я работаю, постепенно переходя к переднему плану. То есть я набрасываю объекты на заднем плане, которым я могу вернуться позже. Затем я перехожу к объектам на среднем плане, наношу детали, а после перехожу к объектам на переднем плане. Итак, у меня не образуются неровные края. Обычно художники работают иначе. Они видят объекты на переднем плане, более важные для зрителя, и начинают рисовать их. Они думают, раз эти объекты так важны, то с них нужно начинать. И вот я рисую линии проводов, столбы, и выглядит пока что не так уж и плохо. Но потом наступает момент, когда нужно переходить к остальным компонентам фона. И вот тут-то и начинаются проблемы. Очень сложно рисовать фон, если на переднем плане подобное мешанина объектов и пересечение линий. Вообще трудно даже небо нарисовать аккуратно. Как вы помните из ранних видео, лучший способ получить чистые мазки, это рисовать размашисто и свободно. Использовать максимально большую кисть. Когда вы рисуете небо, нужно, чтобы мазки были вообще не видны. Чистое голубое небо – это практически идеальный градиент. И поэтому для рисования неба вам нужно использовать очень большую кисть. А как вы видите, на примере очень трудно использовать большую кисть, если вам мешают провода и другие объекты. Поэтому если рисовать сначала масштабные однотонны, а потом приступать к переднему плану, то результаты будут впечатляющие. Поэтому художники в традиционной живописи заранее планируют будущую картину, а затем рисуют в обратной последовательности, от заднего плана к переднему. Но мы-то используем фотошипы, у нас есть в распоряжении слои. И поэтому мы можем немного изменить эту технику. К примеру, если мне можно было бы оставить объект на среднем плане на отдельном слое, задний план на своем, а передний на своем. Вот я немного ускорю запись. Так вот, представим, что вам нужно нарисовать рисунок быстро, и возможно, что даже без слоев. И вам нужно рисовать его как можно чище. В этом случае вам нужно рисовать от заднего плана к переднему. Это верный способ нарисовать рисунок максимально чисто. Но и в этом случае вам нужно заранее его спланировать. Итак, рисуйте миниатюру, создайте план, а затем рисуйте с заднего плана к переднему. Удачи в рисовании! И спасибо за то, что посетили controlpaint.com Редактор субтитров А.Семкин